Секунда на принятие решения и чудо спасения. Чтобы сохранить жизнь двойняшкам, которые родились раньше положенного срока, бригаде неонатологов из президентского перинатального центра пришлось экстренно выехать в отдаленный район. Наш корреспондент Ульяна Пятакова встретилась со счастливой мамой и врачами, которые совершили почти невозможное. О материнском счастье и врачебной доблести. Далее. Четверо сыновей и три дочки. Большая семья Калугинах. Новость о пополнении все равно стала большой радостью. Тем более ждали двойняшек. Мальчика и девочку. Ну, когда мне жена позвонила после УЗИ, сказала, что у нас будут двойняшки, я мимо дома прошел даже. От растерянности. Двойняшки появились на свет в Канарском медцентре. Раньше срока. Работала, тяжело таскала. Мне сказали, нельзя. Потом, в последней неделе, уже не таскала. И потом все равно они... Ну, большинство сказали, что недоношны рождаются, когда двойня. Редкость то, что доношиваются их. Состояние малышей требовало искусственной вентиляции легких. На помощь пришла современная медицина. Это наш транспортный инкубатор. Здесь транспортируется ребенок. Здесь можно задать температуру до 37 и выше. Ребенок укладывается на матрасик, фиксируется. И в таком виде ребенок транспортируется по всей республике и вне. Именно в таком реанимобиле двойняшек привезли в президентский перинатальный центр, в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. После стабилизации состояния они были переведены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. После чего благополучно выписано домой с рекомендациями для участковой службы, как далее поступать с этими детками. Сейчас у малышей проблем со здоровьем нет. Тихонечко посапывая, двойняшки Агата и Владислав в основном спят, как и положено грудничкам. Их старшие братья и сестры уже научились их отличать. Говорят, Влад спокойнее Агаты. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.